Всем здорова народ, с вами Варчик. В этом видео мы будем смотреть реплей на Карелии Объект 268 вариант 4. Реплей называется что-то по типу не задонатил, не попадаешь. И я очень часто видел такие комментарии у себя на канале под видосами, под стримами, на стримах там и так далее. Типа, ой, а ты донатишь в игру, ты нагибаешь, попадаешь, а я не доначу, поэтому не нагибаю, не попадаю. И автор этого реплея и этого боя написал примерно то же самое у себя на вот реплей в названии реплея. Как я к этому отношусь и мое мнение. Мое мнение, что когда я такие комментарии вижу, я сразу представляю, что этот человек играет плохо, он слабый и в принципе можно ему бросать в игру играть, потому что в этом никакого смысла нет, он в ней не хочет разбираться. Вот сейчас мы видим как человек будет стрелять почти всегда не досводясь, потом мы будем смотреть как в этом бою человек стреляет в пикселя там через пол карты, при этом он хочет всегда попадать. Но сделал ли он хоть что-то для того, чтобы попадать? Он занял стандартную позицию для отстрелов штаны тех танков, которые туда заезжают. Вот там кони всякие дохнут, заезжая туда. В принципе больше никто не поедет. Больше никто туда не поедет, а значит находиться здесь смысла нет, поскольку отстреливать больше некого будет. Но мы здесь стоим, нам тут почему-то помешал леопард, мы начинаем его толкать, мешать союзнику играть так, как он хочет. Теперь он начинает толкать нас, потому что мы мешали ему, он мешает нам. Как ты относишься к людям, так в принципе они относятся к тебе. Все как бы логично. И мы продолжаем здесь стоять, ни черта не делать. Пользы никакой приносить мы здесь не можем, находиться здесь нет смысла. Что нужно было бы делать в этой ситуации, когда уже продавливают штаны? Чаще всего можно отъехать назад в каналку, если мы бронированный танк, и встречать от башни или от рубки врагов. Сзади замечательная каналка, есть буквально пол клеточки назад, из которой очень удобно встречать врагов. Если мы танк, который не особо не бронированный, нам нужно подняться вверх к своей базе и сверху прикрывать союзников, либо подняться к своей базе и поехать играть другой фланг. Потому что штаны проиграли, вперед ехать нельзя. Стоять вот здесь, где стоит наш герой, тоже нельзя. Через время вы увидите почему. Потому что это стандартная позиция со стандартным одним кустом, в который будут стрелять и без засвета, и по засвету, и здесь выжить нереально, потому что укрытия практически нет. Поэтому нужно было уже начинать что-то делать. Наш герой ничего не делает, потому что двадцать тысяч боев недостаточно для того, чтобы научиться хоть чему-то в этой игре. Ведь нужно еще поиграть, наверное, лет пятьдесят, чтобы понять хоть что-нибудь. И можно продолжать обвинять в этом донат в картошке. Также еще главная претензия этого реплея, название его в том, что герой не попадает. Посмотрите, как он стреляет весь бой, и посмотрите на расходники, которые он использует. Это еще хорошо, что мы не видели его перков, и мы не видели его модулей. Слава богу! Потому что, мне кажется, там же такая же скудная обиднота, как и в расходниках. Как увеличить точность нашего танка? Нам нужны перки на стабилизацию, их два, плавный ход и плавный поворот. Также еще боевое братство чуть-чуть нам подкинет всего, что есть в танке. Это и обзор, и стабилизация, и сведение, и точность, и скорострельность, и обзор, и маневренность. Все. Чуть-чуть, но всего. Также допаёк нам даст еще больше. Но допаёк стоит 20 тысяч за один бой. Как же его использовать, если мы не донатим? Нам нужно просто копить серебро и тратить его в тот момент, когда допайки продаются по скидке. Таким образом, мы будем тратить всего лишь 10 тысяч вместо 20 за один бой. Также еще на складе, если есть инструкции, можно использовать их для того, чтобы наш танк стрелял точнее. Вот наш герой, не досводясь, уже начинает лупить, попадает по вражескому танку, но чё-то все равно недоволен. А чего недоволен-то? 20 тысяч боев, 50 процент побед, все нормально-то. Тактическая ошибка в бою есть? Есть. Расходнички самые дешманские, которые ничего не дают. Есть? Есть. Какие претензии могут быть к тому, что ты не попадаешь? До конца не сводишься, подготовка к бою никакая, позиция плохая, тактическая ошибка есть. Все то для того, чтобы сыграть плохо, сделано. Какие могут быть претензии вообще? Претензия, видимо, только одна в том, что человек не разбирается в игре вообще. И не разбираясь в игре, кричать громкие заявления, что кто-то виноват, это удел почти всех танкистов. Они всегда любят, многие, винить кого-то. Сами они никогда ни в чем не виноваты. В этой позиции уже давным-давно нельзя находиться. Также еще с такими расходниками ездить в 2020 году, это тоже что-то не то. И наш герой просто умер в стандартном кусту, в дефолтном, в который все стреляют даже без освета. А че б не пострелять туда, ведь он один. И герой тут наш стоит весь бой. Этот весь бой, это просто целая ошибка, целиком. Практически все в этом бою было ошибкой, кроме начального отстрела по тем, кто заезжает в штаны. А все остальное, что происходило в этом бою, это ошибка. Наш игрок, это просто совокупность всех ошибок в игре. Это мы еще и хорошо, что не видели, как он играет на каких-нибудь активных танчиках, а посмотрели, как он на жирной птшке постоял на одном месте. Но при этом виноват кто? Виновата картошечка. Картошечка с ее донатом. Виновата, что игрок не готов к бою. В игре есть очень большое количество различных ресурсов. Модули, боновые модули, перки для экипажа, расходники есть, дорогие, которые хоть что-то делают. Вы не задумывались о том, что большая ремка дает к скорости ремонта, просто от того, что она у вас находится и она чинит все. Большая аптечка дает возможность вашему экипажу чаще выживать и меньше находиться под оглушением. Большой огнетушитель дает вам шанс меньше гореть. А допаек дает 10% к основной специальности экипажа, что дает нам 5% ко всем возможным параметрам в танке, которые дает экипаж. И сейчас вы, наверное, скажете, что использовать все это дорого. Ну, инструкции, то, что поменяли на серебро, да, я недоволен, но их можно было получать и они могут быть на складе сотнями, тысячами, как у меня. Если вы играете в картошку, а если люди, которые играют по 20, по 30, по 40, по 50 тысяч боев, то у них боев в принципе столько же, сколько у меня, то почему они у меня есть, а у них нету? Я что, в другую игру играю или что? Или премтанков у вас не может быть? Этих марафонов уже было столько, что мне кажется, у любого уже премтанк мог быть. Или эти твич праймы, где можно на полмесяца получить в аренду премтанк. Тоже нельзя получить. За 30 рублей продают эти твич праймы направо и налево. Но даже здесь вы, как эксперты, покупаете по 100 с чем-то рублей у стримлеров этих и водомесов, когда их можно купить по 30. Вся беда в том, что танкисты ни в чем не разбираются и не хотят, и не используют все ресурсы в игре для улучшения и подготовки себя к бою. В бою вы должны творить, творить тактику, следить за боем, быть готовыми ко всем ситуациям, которые могут произойти. А если твой танк просто перед боем готовился в коровнике с коровами, то к чему он может быть готов? Ни к чему. И такие вот люди очень часто попадаются и винят донат в игре. Да, доната много. Да, картошка не делает новый контент, реально новый. И старым игрокам в игре нечем заняться. Да, карта дисбалансная. Да, в игре есть там пару багов там с прицелом, с камерой там. Да, там с рельефом есть еще глюк и камни скользкие, и арта бесит. Но где в перечисленном не донатишь, не попадаешь? Почему я это не называю? Потому что этого нет. Это есть только в голове слабых танкистов, которые не хотят ни в чем разбираться. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока.